Всем привет и сразу к делу. Шаговый электродвигатель это синхронный бесщеточный электродвигатель с несколькими обмотками. Последовательная активация обмоток сопутствует дискретным угловым перемещением ротора, то есть шагам. В этом ролике соберем одну из дешевых, простых, но популярных схем шаговых двигателей. Вернее, так сказать, стендовый рабочий макет, на котором будет наглядно видно принцип работы. Собирать будем биполярный шаговый двигатель на постоянных магнитах. Плюсы такой конструкции – высокий крутящий момент и простота изготовления, вследствие чего низкий ценник. Главный минус – посредственная точность. Сердце мотора – это обмотки, они же катушки. Готовых у меня, естественно, нет, придется мотать. В качестве сердечника применю вот такие винтики М6. По-хорошему надо мотать очень аккуратно, виток к витку, но лень она такая. А еще эта тонкая проволока сильно натирает пальцы. В конце концов, работать будет и так, а нам все равно с этого моторчика стрелять не предстоит. Катушки надо закрепить на каком-то каркасе. О, сойдет. Ну и еще, какой же это мотор без вала? А вал должен стоять на подшипниках. Ротором послужит шкив из привода магнитофона с наклеенными магнитами с двух сторон противоположной полярностью. Процесс наклеивания не снимался по причине того, что я склеил себе все пальцы. Ну и осталось как-то объединить это все в кучу. Пара стоек для подшипников из алюминиевых уголков. И кусок корстекла вместо подошвы, потому что все это не может висеть в воздухе. Ах да, еще кучка крепежа. Ах да, еще кучка крепежа. Для наглядности подключу к каждой катушке вот такие светодиоды. В каждом по два кристалла. И соответственно, в зависимости от полярности, они будут светить либо красным, либо зеленым. Вот только что-то они тускловаты. Надеюсь, все же будут видны на камеру. Обмотки двигателя соединяем по биполярной схеме, естественно, учитывая полярность. Получилось страшненько, кривовато, но все равно попробуем запустить. Для начала в ручном режиме. Подаем напряжение на обе пары катушек с произвольной полярностью. Получаем отрицательный или северный полюс на верхних катушках. И положительный или южный полюс на нижних. При таком подключении, если полюса ротора развернуть горизонтально, не важно каким влево, а каким вправо, при подаче напряжения ротор все равно повернется южным полюсом к верхним катушкам. А вот если юг ротора направить вниз, в теории он не должен сдвинуться. На практике же сказывается погрешность установки магнитов, плюс погрешность установки катушек. Да и катушки далеко не идентичны. Где-то витком больше, где-то меньше. В общем-то по этой модели уже можно судить о принципе работы заводских шаговых двигателей. Правда там обмоток больше. Намного больше. Ну и полюсов ротора соответственно тоже дофига. Конкретно с такой примитивной конструкцией заводские моторчики вряд ли существуют. Но на то это и сильно упрощенный макет, созданный только для наглядности принципа. Ладно, давайте что ли подключим это безобразие к автоматике. Для управления, конечно же, возьмем ардуинку. А силовой частью будет любимый мной драйвер А4988. Быстренько раскидываю это все на макетке и уже не терпится попробовать завести. Управление у этого драйвера проще не придумаешь. Реализовано всего через два пина. Высокий импульс на вход степ соответствует одному шагу двигателя. А пин DIR отвечает за направление вращения. То есть подаем либо 0, либо 1. И соответственно крутим мотор либо по часовой, либо против. Накидаем простой скетч для управления со скоростью 1 шаг в секунду. А так как 1 шаг для этого мотора это четверть оборота или же 90 градусов. Значит получим 15 полных оборотов в минуту. Но из-за дребезжания ротора бывают пропуски шагов. Дело в том, что довольно большой шаг аж в 90 градусов плохо сочетается с большим зазором между магнитами ротора и катушками. К сожалению зазор меньше не установить. Из-за недостаточной жесткости корпуса статора. Ну и фиг с ним. Продолжим играться с тем, что есть. Эффект дребезга ротора возникает из-за инерции и недостаточной силы магнитного поля. По идее сгладить ситуацию можно просто повысив обороты. На скорости в 500 оборотов в минуту у ротора уже отсутствуют четко выраженные остановки. Мда, собирал шаговый двигатель, а вышел просто бесколлекторный. Хотя в целом, что шаговики, что бесколлекторные моторчики это одно и то же. Только назначения у них разные. Шаговики для малых оборотов с хорошей точностью. АБК для больших оборотов и удержание этих самых оборотов. К сожалению, примитивная схема моторчика с двумя полюсами на практике работает стабильно только на больших оборотах. Что не очень-то подходит для наглядного пособия. Ну и напоследок пару слов про очень важный режим. Микрошаг. Драйвер А4988 умеет дробить шаг на 2, 4, 8 или 16 раз. Также есть аналогичный драйвер, маркируемый DRV8825. Стоимостью чуть-чуть побольше, но уже с поддержкой дробления в 1.32. Есть мнение, что микрошаг значительно снижает момент двигателя. Однако это не всегда так. В некоторых случаях он действительно может снизить момент. Но в других случаях, за счет увеличения плавности хода и снижения резонансных явлений, момент может даже увеличиться. Так что не стоит раньше времени отказываться от микрошагового режима. Все зависит от конкретного устройства и стоящих задач. И на самый последок не стоит паниковать, если шаговик в вашей конструкции нагревается. А то это один из самых часто задаваемых мне вопросов по шаговикам. На самом деле рабочая температура на корпусе шагового двигателя может достигать 70 или даже 80 градусов. А вот если уже перевалило за 80-ку, нужно срочно думать о снижении тока. Или хотя бы дополнительном охлаждении. Ссылки на железки, применяемые в этом ролике, как всегда находятся в описании. Надеюсь было интересно. И вы подчеркнули какую-то полезную информацию для себя из моей болтовни. А на этом все. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok